Приветствую вас. Любое противоречие, в данном случае, ваше противоречие, заключается в том, что вы не можете найти свою работу, да, не можете найти себя. Любое противоречие есть результат невроз. Есть результат невроза, невротического, значит, состояния, то есть по давлению. То есть, что это значит? Это значит, что вы не любите подчиняться по той простой причине, что это вас задевает. Ну, я думаю, что задевает вас это по той причине, что вы считаете, что вас унижают, либо как-то обесценивают, либо как-то принижают, вот. И, не смотря на то, что какое-то количество начальников это, безусловно, делает, вот, ну, куда же без человеческого фактора, да, вот. Не смотря на то, что какое-то количество начальников это делает, мне кажется, что, в общем и целом, если вы уверенный в себе человек, если вы, собственно говоря, не испытываете никаких проблем с восприятием себя, это самое главное, с принятием себя. Вы считаете, я уверен, в себе какие-то качества негативными, вы считаете в себе какие-то качества достаточно неприемлемыми, или, возможно, даже вредными, вот. Вот, если этот момент убрать, то мне кажется, что, значит, вам будет легче. То есть, рассмотрите, вариант такой, почему я не люблю подчиняться. Вы же понимаете, что, сразу начальником не станешь, да? То есть, чтобы занять руководящую должность, нужно уметь руководить. А, чтобы уметь руководить, нужно знать, кем вы руководите. А, чтобы узнать, кем вы руководите, нужно быть тем, кем вы будете руководить сперва. Ну, т.е. если вы хотите это делать. Кроме того, далеко не факт, что у вас, ну, как бы это сказать, да? Далеко не факт, что у вас есть эти способности к руководству. Потому что не у всех они есть, не у всех эти способности есть. И то, что вы хотите руководить, это одно, а можете ли вы руководить, это совсем другое. Поэтому, на мой взгляд, нужно вот всё-таки на эту тему так же подумать, да? Вот. Значит, вы не любите подчиняться. Если вы не любите подчиняться, значит, вы не склонны воспринимать мнение, да, ну, других людей. Значит, вы склонны прикручиваться только к себе. Значит, у вас, по сути дела, такой вот тиранический тип. Ну, тиранический тип личности, возможно. Я не знаю, но возможно. Вот. Если вы не любите подчиняться, значит, вполне вероятно, что в душе вы себя обесцениваете. Ну, опять же, опять же, да, почему, да, вы себя обесцениваете, по той простой причине, что если бы вы себя не обесценивали, если бы вы себя воспринимали бы адекватно, вот. То, соответственно, я полагаю, что, в общем-то, проблем с подчинением не было, потому что вы знали бы для чего вам это нужно, с какой целью вам это нужно, и, собственно, вы бы умели видеть в этом выгоду. А так, если вы не любите подчиняться, ну, значит, соответственно, ситуация складывается так, что вы, вот, в подчинении видите угрозу. И угроза, конечно, она, в общем-то, исходит как раз таки из того, что у вас было в вашей жизни, исходит из того, какой опыт вы получили, да, вот, на протяжении своей жизни. И какой вывод вы из этого извлекли. Ну, вот. Это первое. Значит, что касается того, что вы хотите подчиняться, да, то вот хотите руководить. Здесь тоже важный момент. Руководить, чтобы получать уважение, ну, это, на самом деле, в общем-то, достаточно негативный стимул для того, чтобы, ну, занимать руководящую должность. Вот. То есть нельзя, нельзя занимать руководящую должность только потому, что вы хотите руководить, хотите уважение. Да? Да? Вот как вы пишете, что уважение вам нужно, да? Ну, вот. Да и из-за зарплаты, в общем-то, тоже на руководящую должность идти такой себе мотив. Потому что, ну, вот, понимаете, да? Потому что, получается, с вами движет коммерция. А как насчёт ваших руководящих способностей? Ведь, чтобы руководить, нужно находить общий язык с людьми, а если вы не любите подчиняться, то и, соответственно, вряд ли вы можете находить общий язык, собственно, с людьми. Ну, или вам его сложно найти. Поэтому, я думаю, что здесь не отрицая того факта, что вам, ну, иные деньги, если вы, в общем-то, имеете право и, да, ну, справедливо в них нуждаетесь, да? Ну, вот. Что, кстати, тоже важный момент, для чего вам, собственно, деньги, да? Для чего вам зарплата? Как бы это не было, тоже из, собственно, ну, из сферы о том, что это престиж, уважение какое-то, да? Вот. Что-то ещё? Ну, после того, как вы для себя определите, для чего вам, собственно, эти деньги, да, то вы тоже сможете скорректировать свою деятельность. Вот. Что касается, собственно говоря, выбора работы, да, то есть, как найти своё применение, то здесь, мне кажется, вам не к психологу нужно, а в агентство по подбору персонала, если я правильно понимаю. Потому что, ну, насколько мне известно, психолог совершенно не должен, в общем-то, знать, какую именно профессию вы, как бы, ну, какая вам подходит профессия. Потому что вы технарь и, соответственно, инженер, и там могут быть довольно, ну, довольно большое количество профессий. Вот. Поэтому агентство по подбору персонала вам, если мне кажется, будет более эффективно использовать. Вот. А с психологом можно работать по поводу вашего отношения к подчинению и к потребности уважения. То есть, в принципе, потребность уважения в уважении можно удовлетворить, да, и, собственно, без, ну, без занятия, ну, без занятия руководящей какой-то деятельности, да, и... Собственно, если вам нужно именно уважение. Вот. Ага. Ага. Ну и... Я думаю, что, ну, собственно, ваше стремление руководить, оно тоже нуждается в корректировании. Вот. Ну, опять же, это по моему мнению, вот как вы представили себе. С другой стороны, конечно, вопрос, ээээ, готовы ли вы и хотите ли вы работать над этим? Я думаю, что процесс этот достаточно длительный, да? То есть, я думаю, что в вашем случае подойдёт автобиографический метод исследования, ну, потому что на нём, на основе него, это будет история вашей силы, вашей жизни. И на основании этого можно будет уже корректировать ваши отношения, ваше восприятие людей и, в том числе, с себя, да? Ну, вот. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вы достаточно такой замкнутый человек, да, держащийся особняком, вот, тяжело идущий на контакт, но может быть немного стеснительный, вот, а с близкими людьми, соответственно, вы такой достаточно эмоциональный, часто срывающийся на крик. Вот. Соответственно, ваш отец был, вероятно, либо строгим, либо отстранённым, вот, ну, а мама, соответственно, мама, она либо была очень мягкая, либо находилась в ссорах с вашим отцом, вот. Либо было, в точности, да, наоборот, то есть, мама была такой вот, как отец, да, ну, то есть, как я сказал, братца, а папа был такой, как мама, но в этом случае, мне кажется, у вас была бы немножко другая модель поведения, хотя, 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 может быть, я и ошибаюсь. Здесь, конечно, нужно разбираться, вот. Поэтому я полагаю, что в том, что касается подбора профессии здесь в агентство, нужное, агентство по подбору персонала, вот, а что касается психологических проблем, то здесь, соответственно, вам нужно работать с психологом, вот. Так же, мне кажется, что у вас достаточно хорошо развито рациональное мышление, вот, возможно, наглядное мышление, наглядное прикладное мышление, ну, в принципе, как у инженеров, вот. Может быть, есть образное мышление, вот, и следствие этого вы склонны, а-а-а, следствие этого вы склонны много рационализировать, вот. Опять же, могу ошибаться в этом, но, тем не менее, это вот то, что я могу вам сказать. А-а-а, именно как психологу. Вот. Ну, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, а-а-а, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, а-а-а, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.